сегодня предпоследний день моего карантина я наконец-таки собралась силами и записываю видеоотчет о том как это было забегая чуть вперед я могу сразу сказать что это было нелегко но не так страшно как я ожидала изначально к чему я готовилась ниже под видео я оставлю ссылки на статью где я рассказываю о том какие документы нужны для того чтобы попасть в таиланд как их собирать и описываю первую часть дороги до дубаев и также есть еще дополнительная статья тоже я внизу оставлю ссылочку вторая часть дороги с дубаев до таиланда вот ну вкратце тоже расскажу потому что в предыдущем видео я рассказывала как раз отрезок дороги от краснодара до дубая подробно там я еще так с этими оттеками после дороги сейчас я уже пришла в себя уже отошла и сейчас расскажу о второй части путешествия вот самолет был такой же большой как и летел из из москвы в дубаи но он был практически пуст то есть на борту было причем он был с пересадкой в таиланде он останавливался летел дальше гонконг то есть и на весь этот огромный самолет было где-то ну человек 50 наверное максимум то есть ряды были свободные можно было спокойно спать и это на самом деле очень сильно сказалось на сервисе обслуживания на качестве еды которые практически не было было очень мало она была не очень съедобная да там на первую прием пищи принесли там киткат и маленькие печенишки так сижу играть enjoy это сижу и смотрю и думаю что я здесь вообще enjoy да но с другой стороны я понимаю что скорее всего трейс вообще убыточный а им зарплаты надо платить все остальное как предприниматель я это все понимаю но с другой стороны за заплаченные деньги конечно хотелось бы большего сервиса но к сожалению мы его не получили ну ладно цель главное попасть в таиланд привезли ладно спасибо и на этом вот я как чувствовала перед этим хорошо поела в лаунже и когда уже села на борт и мне это все принесли якобы поняла что в принципе я не голодная и ладно спокойно уснула проспала большую часть дороги в бангкоке уже началось все самое интересное когда мы вышли из самолета там такой коридор из людей в защитных масках защитных костюмах и нас поэтому коридору ввели контролировали чтобы мы не делали шаг влево шаг вправо четко по отведенному бело-красной полосой коридору и у нас проверяли документы в таиланде четыре или пять сейчас я уже точно не помню статей это как раз таки описываю где где сколько раз у нас проверяли то есть ты выходишь самая у тебя тут же берут документы тут же тут же все проверяют а следующий пункт опять ты подходишься опять берут документы опять все 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 проверяют следующий пункт потом мы дошли до пункта где стояла куча то есть такой вот эскалатор по которому дорожка да ускоряющую движение в конце дорожки стояли стулья нас на эти стулья посадили и медперсонал начал замерять там замеряли температуру когда мы проходили также нас проверяли все документы у меня не было какой-то одной формы который не было в списках которыми готовил агент и тут же сказал а у этой формы нет ничего страшного тут же у меня забираются документы буквально в течение двух минут тайский сотрудник это все заполняет мне возвращает и на входе перед тем как пройти к следующему пункту меряю температуру в принципе там я по температурному режиму прошла но на следующем пункте медицинском когда у меня начали проверяя все справки несколько а теперь мы вас померяем температуру в ухе и тут градусник показал температуру 37 и 7 я уже так думаю но все сейчас начнется приготовилась уже ко всему самому худшему но ничего страшного не случилось мне даже не стали брать тест на коронавирус мне как мадам жарко а я самолетах мерзну я летела в теплой кофточке такой толстовки еще под ней был свитер еще под ним была майка теплые брюки и разумеется я это все не сняла потому что какая-то выход из самолета да обычно в аэропорту в суварнабуле холодно а тут как-то жарко оказалось и так как это все было бегом-бегом-бегом нас вот в этой линии да я я не сняла себя всю эту массу одежды и честно говоря мне стало жарко причем от мадам жарко до жарко погорячилась готов идите в туалет ополосните лицо водой попейте водички опять же попейте водички до с этой стороны кордона заграждение где воды не было хорошо что я с собой еще из дубая прихватила небольшую бутылочку воды на борт мне никто ручную плать не проверял я спокойно ее пронесла вот и я залпом выпила эту бутылочку воды умылась посидела под кондиционером подхожу о теперь слишком холодно 36 градусов вот и пошли дальше так пронесло вот настолько это все вот сделано то есть все они вот в щитках все они вот везде стоят антисептики все везде обрабатывают вплоть до того что уже когда ты проходишь паспортный контроль один офицер то есть там стоит офицер рядом с ним стоит второй офицер той же форме при погонах с антисептиком наперевес такая пшикалка у него и вот человек подходит все до чего человек касается тоже человек второй офицер подходит пшикает обрабатывает протирается тряпочка чтобы не дай бог нигде никаких отпечатков ничего не осталось то есть такие перестраховщики мне на самом деле это с одной стороны понравилось но с другой стороны уже когда я здесь сидя в карантине слушаю истории о том как берманцы нелегально пересекают границу и сейчас в бангкоке здесь аврал вчера было 516 случаев сегодня там еще тоже какое-то количество уже там но сейчас тоже все везде позакрывали закрывают школы закрывают все то есть я я в них верю я к счастью нахожусь не в центре бангкока я нахожусь в пригороде то есть я где-то нахожусь между чонбури и бангкоком поэтому я надеюсь что послезавтра мой менеджер за мной приедет и мы спокойно беспрепятственно покинем эту территорию не приедет вызову такси на такси поеду потому что для карантинников должны делать какие-то поблажки я надеюсь конечно вот отель мне на самом деле повезло вот я сейчас туда сижу на лестнице там у меня спаленка здесь у меня жилая зона мне попалась двухуровневая комната по цене обычной но здесь все очень плохо с едой вот я на самом деле очень переживала думаю как я вообще просижу 16 дней одна а честно говоря мне даже я вошла в удовольствие да мне даже понравилось и даже вот эти вот моменты с едой которые у меня здесь казусе произошли я воспринимаю достаточно позитивно ну вообще изначально да как как все происходит после того как проходишь паспортный контроль сотрудники аэропорта с рук на руки передают туристов представителям отеля причем фотографируют фотографируют паспорт фотографируют когда зайдешься в машину все чемоданы все обрабатывают опять антисептиком машина там специально такая перегородка от водителя чтобы нигде ничего не как все просто воняет бетолом безбожно вот и когда я приехала в отель уже на заселение меня вот на руке вот такие вот тайские буддийские амулеты и когда на ресепшене тайчика тоже такая вся в костюме все закрыты я увидела ты знаешь ты знаешь что это за талисман я говорю да я знаю что это талисман первый раз вижу его так близко ну окей ладно а ты что не первый раз в Таиланде я говорю нету я так немножко по-тайски с ней поговорили и благодаря этому возможно мне сейчас сотрудники отеля бегают за молоком потому что изначально именно когда я попадаю на ту самую тайечку которая видела потому что я по голосу знаю потому что я звоню у меня здесь стоит телефон то есть если вызов если нажимать на ноль то это связь с персоналом гостиницы если 015 то это с медсестрой или 105 я уже не помню один раз я звонила мне там лежит бумажечка это все записано вот то есть связь со внешним миром здесь ну как со внешним миром с руководством отеля это или через телефон через 0 и 105 или же это через line потому что я зарегистрировалась в line тоже добавилась и сейчас вот все вопросы можно решать или по line или по телефону что был момент когда у меня телефон бросили и пошли короткие гудки достала я здесь вообще всех и в line мне отвечать переставить тогда я уже начну участвовать тайского менеджера чтобы она с ними связалась и поговорила вот в общем тайцем никуда от меня не спрятаться вредная фарангша самое большое разочарование в этом отеле то что здесь нет интернета то есть изначально было заявлено то что здесь есть интернет я работаю в интернете как вы знаете да и мне очень важно чтобы я была на связи а вот оп интернета нету денег я на счет предусмотрительно не положила у меня было где-то около десяти бат на счету на тайской сим-карте я такая сижу думал что делать что делать что делать что делать я понимаю что как бы и денег тайскому менеджеру позвонить может не хватить да и и связаться как то что и чтобы денег себе закинуть в итоге пока я думала что делать как выходить из этой ситуации то есть я пыталась подключаться то есть у меня бумажка с юзернеймом с паспортом я пытаюсь войти а в итоге сеть неактивная потом одна активно там интернет настолько слабо что вообще все висит и тут мне прилетает смс от дтк здравствуйте очень рады вас видеть вы особый клиент и как особого клиента мы вам дарим 10 гигабайтов на 7 дней но чтобы получить эти 10 гигабайтов вам надо зайти в интернет будет написано что фрелинк я нужна фрелинка мне говорят без интернета никак думаю окей на свой страх и риск нажимаю кнопочку мобильная передача тут же у меня активируется мобильный интернет на телефоне я быстро жму что да я согласна я хочу подключить пакет и тут бабка все произошло чудо у меня 10 гигабайт вот когда у меня 10 гигабайт закончились я взяла я уже закинула себе денег на телефон уже активировала пакет там где-то 300 бат получилось на месяц я взяла в принципе там скорость 1 мегабайт но мне в целом хватает то есть я здесь и с людьми общаюсь и по телефону по вайберу по ватсапу звоню да и в соц сетях и с менеджером переписываемся и статьи загружаю и фоточки все как бы ну основное то что я делаю мне на это в целом интернета хватает мобильного если бы у меня не было карточки то я не знаю как бы вообще выходил из этой ситуации поэтому я рекомендую когда вы заселяетесь в отель очень важно перед этим почитать отзывы что пишут те кто уже там жил потому что то что отель обещает это одно а что происходит по факту это совершенно другое вот опять таки общалась той самой тальчике которые меня очень радушно поприветствовала внизу и она говорит ну сори мадам у нас всегда была проблема с интернетом мы не можем вам ничем помочь вот и точно так же то есть когда мне надо молоко и я тут всем начинают я взяла с собой белковые коктейли витаминизированные а ну с водой он не очень вкусный он вкуснее с молоком и я обрываю здесь телефоны что мне нужно молоко принесите мне молоко и меня все морозили а потом где-то когда я уже всех достала мне через 15 минут перезванивая знакомый тайский голос женский говорит ну что говорит давай я тебе куплю молока сейчас бегу работа у меня закончится я сбегу тебе куплю молока ты мне денег на тайский счет сможешь закинуть я говорю да конечно не вопрос вот и так у меня появилось молоко хотя здесь проблема в том что food delivery то есть доставка еды она здесь запрещена предложение 7-11 я даже установила телефон я даже пыталась сделать но она почему-то не находит это место и я не могу себе заказать то есть да можно оформить доставку только из 7-11 но почему-то для меня доставка недоступна я не знаю по какой такой причине вот что-то пошло не так но в целом тоже по питанию мне первые дни приносили очень много риса вермишель мясо все это тяжелое я привыкла питаться такой более легкой пищей и я попросила на свой страх и риск чтоб мне больше не носили вермишель то есть мы в целом в лайне мы четко обсудили какие продукты я не ем какие продукты я не могу есть яйца я не ем болгарский перец да мясо ну я так поняла что я просто сделала ошибку я сказала что у меня аллергия на chicken eggs я не понял что у меня аллергия и на chicken и на eggs поэтому я осталась вообще без мяса мне сейчас раз в день приносят рыбку а так мне приносит просто куча овощей приготовленных на пару вот поэтому я воспользовалась моментом я успела войти в голодание я день просидела без еды то есть 36 часовое голодание очень плавно вышло потому что как раз таки выход этого голодания идет на фруктах и овощах это в основном не приносит вот и плюс кроме того так как у меня в номере есть лестница я успела подкачаться немножко да позаниматься то есть по объемам я вижу что я избавилась какого-то количества килограмма кого точно я честно говоря не знаю и вот тоже вопрос который меня очень беспокоил чем же заниматься на карантине потому что ты находишься один предоставленцы от себе вроде когда вроде когда но если бы не было интернета я бы наверное ушла в какие-то буддистские практики в медитации вот потому что без интернета здесь на самом деле делать нечего с интернетом я активно общаюсь мне кучу народу пишут я размещаю статьи я делаю публикации да тут постоянные комментарии там постоянные звонки и сообщения то есть в целом как бы общение хватает да ну конечно не живой но честно скажу что как-то по живому общению я не то чтобы и соскучилась да просто так получилось что я давно не оставалась вот одна чтобы одна да полностью то есть постоянно по мне ребенок прыгает да или там или муж и ребенок или родитель то есть постоянно я с кем-то а тут две недели предоставлен полностью сам себе и вы знаете мне понравилось вот то есть ты спишь когда тебе хочется спать ты ешь когда тебе хочется есть там тут они говорят а что ты так мало ешь давай надо есть больше да там никто тебе не капает на мозге что ты что-то делаешь не так да вообще так классно мне понравилось и так что понимаю что родители там по мне заботятся да стараются так как-то но мне вот гораздо комфортнее когда ты предоставил сам себе наедине со своими мыслями то есть это я успела и помедитировать я успела и заниматься всякими физическими упражнениями я успела и составить там план на следующий год и разобраться с собой что вообще на самом деле хочу от жизни да я купила несколько тренингов перед тем как войти в карантин по психологии по мотивации вот сейчас я как раз таки разбираюсь со своими целями хотя в принципе я сама мотивационный коуч да но я время от времени ищу какие-то свежие взгляды на ситуацию да и вот сейчас вот нашла очень интересные практики которые помогли мне очень глубоко разобраться в себе чтобы понять какие-то моменты например есть такой прикол меня постоянно везде забывают даже здесь меня на пятый день должны были взять тест на коронавирус и мне его не взяли меня забыли в итоге у меня на седьмой день только его взяли да когда я уже начал в семьдесят я говорю слушайте эй народ вы что про меня забыли 5 день тишина 6 день тишина я говорю народ вот я тут вот в итоге на седьмой день у меня взяли этот тест и так на самом деле происходит часто меня везде забывают и в итоге я погубилась внутри я нашла ситуацию с которой все началось когда меня забыли да и после этого то есть для меня уровень нормы то что про меня могут забыть и понять почему это происходит я поняла только здесь когда у меня было время да на то чтобы остаться наедине с собой и войти в диалог с собой можно сказать да потому что я изначально когда думала что пойду на карантин у меня такие планы были наполеонские думаю ммм я наверное там допишу свою книгу там можно сделать то 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 но думаю нет стоп не буду заглядывать пусть пойдет как пойдет я поняла что я буду делать то что мне хочется то есть у меня появилось желание в карантине делать только то что мне хочется то что мне комфортно в разное время мне хотелось разное то у меня было бешеное желание позаниматься да там походить по лестнице по подтягиваться поджиматься поприседать реально прям было желание тут было желание включить медитативную музыку сесть расслабиться и улететь мыслями куда то далеко да потом появилось желание пойти в соцсети пообщаться потом появилось желание статью написать потом появилось желание там что с тайского перевести да потом появилось желание пошла там маркетингом позанималась появилось желание пошла рассылку сделала появилось желание там пошла анализом данных занялась да то есть и на самом деле именно появляется желание то что надо 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 То есть я вышла как-то из этого режима надо-надо-надо, да, в тот режим, что я делаю только то, что я хочу в данный момент. И на самом деле для меня это очень такой классный опыт, поэтому я специально не записывала видео в начале карантина, да, потому что мне хотелось прочувствовать это все, понять, как это и что это, и в итоге, если честно, мне даже не очень хочется выходить. Я уже настолько привыкла к широким личным границам, которые никто не нарушает, что сейчас думаю, как-то выходить не очень есть большое желание, но с другой стороны, с другой стороны, конечно, можно будет искупаться на море, можно куда-то съесть, можно продвигаться больше свободы, да. А здесь вот по сути, то есть я после первого теста могла выходить на прогулки к бассейну, но у меня такого желания не появилось. Наоборот, я просто смотрю, что здесь люди, они не одевают масок на прогулки, да, не соблюдают дистанцию, а кто его знает, да, вдруг у них там первый тест будет негативный, а второй будет позитивный. И вдруг я от них это подцеплю, а ну мне надо, чтобы у меня второй тест был позитивный, чтобы меня увезли с мигалками на скорой. Мне это не надо, я хочу все-таки, у меня есть дела, которые у меня надо сделать, именно, и причем как бы там строки ограничены, у меня заканчивается рабочая виза, мне надо ее продлевать, у меня там есть еще какие-то дела, которые у меня надо срочно сделать, и нахождение в госпитале никак не входит в мои планы. Поэтому лучше я посижу в номере, подышу в воздух, у меня есть балкончик, у меня немножко открывается окно, вот, в целом воздуха хватает, лучше я потерплю немножко без прогулок, но зато я выйду в срок, и Новый год я отмечу в какой-то приятной обстановке, а не в госпитале. Вот, хотела рассказать кратко, но получилось как получилось. Если у вас есть какие-то вопросы по тому, как попасть в Таиланд, обращайтесь, могу подсказать контакты человека, который может сам пособрать документы в Москве, вот, и также какие-то вот такие нюансы, на что смогу ответить, я отвечу. Так что в целом, хочу резюмировать в итоге, что, конечно, конечно, если вы просто турист, вот, проходить через вот это вот все смысла я особого не вижу, но если у вас в Таиланде осталась семья, осталась работа, остались какие-то дела, которые вам надо сделать, то в целом попасть сюда, это реально, нет никаких таких особых сложностей, да, конечно, это дорого, конечно, это дорого, поэтому, смотри, стоит ли игра свеч, в моем случае игра стоит свеч, потому что те дела, которые мне надо здесь делать, от них зависит прибыль моего проекта, в котором я работаю, вот, поэтому сейчас мне очень важно, мне очень важно в это время находиться именно здесь, и в целом я уже почти здесь, вот, так что, если будут какие-то вопросы, обращайтесь.